Только посмотрите, какой большой и вкусный шоколадный фонтан я сделала. Самое время насладиться маршмеллоу в шоколаде. Как не вовремя, все равно нужно ответить. Пока бабуля отвечает, мы можем полакомиться этим шоколадом. А еще лучше, если этот шоколад будет вокруг мягкой и вкусной маршмеллоу. Зара, смотри, это же целый деликатес. Подумаешь, а у меня будет целых пять таких конфеток. Пять? Это круто. Но на самом деле даже просто шоколад из этого фонтана нереально вкусный. Девочки, вы что делаете? Я сама хотела съесть маршмеллоу с шоколадом. Хотите такой же фонтан? Тогда вам нужно на челлендж. Интересно, что под этими крышками? Давай узнаем, че я первая. Ух ты, какая красота! Никогда раньше не видела таких потрясающих леденцов. Стоит ли говорить, насколько они вкусные? Я в полном восторге. Конечно, еще вкуснее они будут после того, как я окуну их в шоколад. Только посмотрите, как выглядит. Невероятно! На вкус это так же роскошно. Да уж, выглядит аппетитно. Конечно, Зара, ты даже не представляешь, как это вкусно. Так и хочется взять все эти леденцы и запихать себе в рот одновременно. Так будет и быстрее, и вкуснее. Идеальный баланс. Та-дам! Зара, теперь тебе пора поднимать крышку. Наконец-то! Посмотрим. Это еще что за гадость? Мало того, что это куриные лапки, так они еще и сырые. Да уж, остается надеяться, что шоколад их спасет. Ну как? Спас? Видела бы ты себя со стороны. Подруге плохо, а она смеется. Могла бы и поддержать. Как? Есть эту гадость, за тебя я не собираюсь. Если Сьюзи считает, что это смешно, то пусть она посмеется, когда эти куриные лапки пойдут прямо на нее. Чего ты хочешь? Это не я, это лапы! Я ими не управляю! Хватит баловаться! Как бы ты ни старалась растянуть время, тебе все равно придется съесть эти куриные лапки. Так что можешь приступать к делу. Видимо, мне и правда придется это сделать. Что ж, думаю, у меня получится. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Серьезно? Фу, это выглядит отвратительно. Наверное, на вкус еще хуже. Вы даже представить себе не можете, какая же это гадость. Сьюзи тебе и правда повезло с леденцами. Потому что есть куриные лапки, да еще и сырыми, пусть и с шоколадом, это настоящая пытка. Меня от одного зрелища чуть не вырвало. Зара, в этот раз будешь первой ты. Запросто. Надеюсь, в этот раз что-то вкусное. Мне повезло. Опять. Теперь даже куриные лапки не кажутся такими гадкими. Хватит жаловаться, все равно придется есть. Говорят, в некоторых странах это считается деликатесом. Может, на самом деле в тараканах нет ничего страшного. Нужно просто набраться смелости и наконец-то их попробовать. Ну как, деликатес? Нет, это ужасно. Вы даже не представляете, как жутко осознавать, что в данный момент ты жуешь огромного таракана. Омерзительно. Чтобы мне не было так страшно и мерзко, я, пожалуй, немного подкреплюсь обычным шоколадом. Это правилами не запрещено. К тому же это очень вкусно. Сьюзи, теперь ты должна открыть крышку. Ну посмотрим, что же там такое. Ого, да это же сладкий шашлык. Смотрите, тут и маршмеллоу, и мармеладные мишки. Это же все нереально вкусно даже без шоколада. Может, ты поделишься с подругой? Хотя бы попробовать дашь. Нет, я это сама съем. Еще и добавлю много-много шоколада. Я добавлю сразу на весь шашлык. Ой, вот это мне повезло, конечно. Ням-ням. Объеденье. Не поняла, а где куски моих конфеток? Даже не знаю, может, так и было? Воровка. Ладно, думаю, все же твое поведение не сможет испортить мне настроение. Попробуем, что получилось. Ммм, как же вкусно. А последний кусочек маршмеллоу я должна прочувствовать. Вкуснятина. Это было круто. Зара, мне жаль, что тебе ничего не досталось. Решаем на цуефа. Цуефа. Ура, я победила. Ну что, самое время узнать, что меня ждет. Ой-ой, выглядит этот кусок вонючего сыра совсем неаппетитно. Что ж, на вкус обычно сыр не так уж и плох. Может, шоколад спасет ситуацию? Проверим. Надо хорошенько облить кусочек. Ну ладно, пора пробовать. Вы знаете, что? Нет, я сильно ошиблась. На вкус этот сыр такой же гадкий, как и на запах. И даже вкуснейший шоколад не помог. Сьюзи, мне жаль, но сейчас моя очередь открывать. Твое зеленое личико немного портит мне настроение. Ух ты, сырные палочки. Такие я очень люблю. Надеюсь, что шоколад и сыр – это вкусное сочетание. Узнать это можно только одним способом. Попробуем. Ммм, как тянется. Обожаю сыр. Это нереальная вкуснятина. Объеденье. Никогда не пробовала. Дай-ка мне одну палочку. Еще чего. А раз ты такая наглая, то вообще ничего не получишь. Обе палочки слопаю я. Смотрите, с ними я похожа на ниндзя с саблями. Ну, посмотрите, какая красота. Объедение. Столько шоколада. Так и не терпится их съесть. Такого тянущегося сыра я никогда в жизни не пробовала. А тут он еще и в комбинации с вкуснейшим шоколадом. Давненько я такими вкусностями не лакомилась. Готова съесть сразу все. И можно добавки. Давненько я не видела таких жадных людей. До этого момента я думала, что мы подруги. Чур, в этот раз первой буду я. Что же там такое? А, вот это да! Только посмотрите, какая прелесть! Это не просто конфетки, а конфетки, которые выложены в виде суши. Как же аппетитно выглядит! А на вкус это еще круче. Представляю, как будет вкусно сразу после того, как я обмакну конфетки в шоколад. Это будут лучшие суши в моей жизни. Объедение. Ммм, я была права. Вкуснейший шоколад. И вообще, зачем тратить время на то, чтобы макать каждую конфетку отдельно? Можно залить все суши шоколадом сразу. Так и быстрее, и вкуснее. Ням-ням-ням. Я просто не могу остановиться. Хочется съесть все эти конфеты сразу. Да, именно так я и сделала. Ну что же, Сьюзи, теперь тебя ждет вкуснятина под твоей крышкой. Вкуснятина? Я ненавижу рыбу. Она же пахнет так, что меня начинает тошнить. В этом случае я уверена на все сто, что никакой шоколад ситуацию не спасет. Но попробовать все-таки стоит. Может, будет хотя бы не так противно. Ну-ка, попробую. Ой, ничего более противного я в жизни не пробовала. Стало еще хуже. Может, этого достаточно? Нет, придется съесть все. Ну ладно, я попробую. Надеюсь, что после этого меня не вырвет. Я знаю один способ, как съесть всю рыбу сразу. Вот, готово. Но это было очень мерзко. Ай, кидаться-то зачем? Я же не виновата, что тебе пришлось есть мерзкую рыбу. Раз, два, три, крышку отвори. Ой, я открываю первый. Ура! Это вкусняшка! На этот раз меня ждет ягодное мороженое. Точнее, ягодное мороженое, покрытое жидким шоколадом. Ну что может быть вкуснее? Да, я обожаю мороженое. А мороженое шоколадом еще больше. Это правда вкуснятина. В такой теплый день мороженое – это все, что нужно. А можно и мне попробовать? Нет, вообще-то я уже все съела. А тебя ждет собственная крышка. Так что давай, открывай. Ну ладно, посмотрим, что там. Да вы издеваетесь? Сегодня точно не мой день. Я ненавижу брокколи. Хотя многие говорят, что они полезны. Так что это не самый худший вариант из возможных. Ну ладно, попробую. Посмотрим, насколько это вкусно. Ни капельки невкусно. Фу. Нет, все-таки брокколи – это не мое. Пусть они и полезные, но есть их совершенно невозможно. Фу. Ладно, я сделаю это. Это очень тяжело. Но я почти закончила. Все. Да уж, выглядит правда неприятно. Так, что ждет меня на этот раз? Ой, фу. Кажется, внутри этого полушара находится что-то гадкое. Выглядит ужасно мерзко. Пусть лучше это нечто останется под слоем шоколада. Тогда я смогу это попробовать. На вкус это неприятно. Ну ладно. Ну, вроде бы есть это можно. Все, я закончила. Сьюзи, теперь ты. Ну ладно, мне тогда точно повезет. Хоть бы в этом раунде. Наконец-то. Картошечку я очень люблю. Особенно в таком виде. Только посмотрите, как аппетитно она выглядит. А знаете, что может сделать еще вкусней? Шоколад. Да, теперь это просто произведение кулинарного искусства. И, наконец-то, именно мне досталась эта вкусняшка. Да уж, повезло тебе. А твоя подруга, значит, должна сидеть рядом и скучать по-твоему? Я обиделась. Почему? У меня для тебя тоже есть картошечка на палочке. Вот, держи. Мне для тебя ничего не жалко. Ой, как это мило. Спасибо огромное. Сьюзи, ты сделала мне отличный подарок. Предлагаю поскорее окунуть палочки в шоколад, чтобы как можно быстрее их съесть. Ммм, нереально вкусно. Объеденье. Продолжение следует. Продолжение следует...